Дорогие друзья, здравствуйте. Я хотел бы, конечно, всех поздравить с таким замечательным фильмом, который мы сейчас посмотрели. Миш, ты отдельно, конечно, сыграл наш целым русский народ, как этнос, то есть как бы русских людей, которые возрождаются, которые переживают разные падения, взлеты. В нашей стране, конечно, это не просто тяжело всегда жить, Россия всегда была многострадальной, но самое главное, что у русского народа всегда есть стремление к Богу. Это помогает нам возрождаться, это помогает нам идти вперед, и этот фильм, конечно, действительно показал, насколько трудно, не просто жить русскому человеку, насколько трудно, тяжело жить в нашей стране, но она всегда возрождается. Сейчас, я уверен, мы переживаем вот эту вот икопу возрождения. От Законодательного собрания Санкт-Петербурга, от всех жителей, ну, у меня такая возможность есть. Я хотел бы вас поблагодарить и небольшие от нас грамоты вручить и подарки. От Законодательного собрания Санкт-Петербурга, от всех депутатов. Ну, это тебе на память. Если вдруг где-то в твоем кабинете нету места, вот то ты тогда повесь дома в спальне, пускай Оллинголи любуется. Александр Александрович, Красиво-дорого от нас. От всех. А, Господи, Юрий Александрович, извиняюсь. От нас грамота. И вам такой вид Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Ну, давайте все вместе сфотографируемся. А можно в прыжке, но. Да. Раз, два, три. Еще дубли. И последний. Готово. Спасибо. Спасибо. Хочу присоединиться к словам Василия Николаевича. Я знал, что Пареченков большой артист, уже 25 лет, 30 лет уже знал. Но мало кто из вас знает, что он еще большой человек, с большим сердцем. Мало кто знает, что он является послом, ну, можно сказать, доброй воли, в нашем петербургском детском космосе. Он является лицом, брендом. Всегда с нами, всегда приезжает, всегда помогает. И вот то, что этот фильм, вот он несет свой крест. И дай Бог, чтобы тебе было сил нести этот крест, чтобы мы при мир и с каждой тебе приезжали, поздравляли. Ты к нам, мы к тебе и так вот вместе спасемся. Я приглашаю к нам присоединиться режиссера картины Эдуарда Баякова. И хочу сказать, что Михаил Пареченков через 15 минут уезжает в аэропорт, к сожалению. Поэтому первое слово и первые вопросы, которые у вас будут, предоставляются, соответственно, Михаилу. Если в кино произвело какое-то впечатление, или есть какие-то мысли, которые можно поделиться, мы с удовольствием послушаем, потому что мы составляем свой портрет этого фильма. Можно от Бога сказать? Ответили? Да. Брянская землячность на Петербурге и Трисвер. Во время Брянской земли. Действительно, фильм произвел впечатление на меня. Мы, честно говоря, с сомнением думали о том, как Михаил Пареченков сыграет, с точки зрения его великолепного мастерства. Мы знаем его по многим, говоря. Но тут ведь, как бы, сама идея, что Росток был, он, как бы, маленький Росток, вот там идея была, что вырыгнулся Робу, вот он. Ну вот Михаил сыграл, мне кажется, здесь великолепно. И донес вот именно вот то самое, значит, и падение, и взгляд, и игра была великолепной. И самое главное, хотел сказать о том, что, значит, Эдуард, значит, режиссер наш, Бойков, это проделал огромную работу. Это работа творческая. Ну, честно говоря, вот я общаюсь с моими друзьями, там, народными артистами, к этой теме подходили очень долго-долго. И никто не мог подойти вот по-серьезному, как бы, так сказать, сделал художественный фильм. Выражали Михаилов, так сказать, там, там, черные, значит, говорили вы об этом. И вот то, что удалось вот Эдуарду, я действительно, честно говорю, признательно вам. Великое дело, сделаем дело, так сказать. И вы смогли вот так вот построить, что этот художественный фильм получился действительно цельный, и с идеей, и она реализовалась. Поэтому, мне кажется, это большая-большая удача. К этому подходили народные театры. Уже есть пять постановок. Вот народных театров. Не народные артисты, сказать, играли там, и люди-профессионалы, а начиная и Брянские, и Галуга, и, значит, Омск, и, значит, другие города. И приезжали, значит, и в том числе и родины Николая Мельникова, которую, ну, я откуда же, понимаете, там не далеко находятся, где я родился. И мы уже там уже больше 17 лет, значит, дружим с Валентирой Исеевной, значит, его сестрой, которая строит храм Божий. Чтобы вы тоже понимали. Батюшка Ильи, который властноил эту книгу, мы ее издали 11 лет назад, «Русский крест» произведением Николая Мельникова, он сказал такую фразу. «Русский крест, поэма, не дописана, пока нет храма там, где похоронен Николай Мельников. Николай Мельников ушел, значит, из жизни 40 лет. За 10 лет до своей смерти, это люди, наверное, пророки, потому что поэты, действительно, поле пятка не полезли, но на жал, он причувствовал свою смерть. Если вы мне позволите, я буквально прочитаю маленькое творение. За 10 лет до своей смерти, я не могу. Ну что же, возможно, Михаил, вы знаете, Михаил, давайте Михаила послушаем, а вас потом. Хорошо, я еще раз благодарю другу от сердца Великого в Брянске. Все ладно, великолепно. Спасибо большое. Я тоже благодарю создателю за то, что позволил сделать картину, Эдуарду, за то, что оставил меня в первой пробе и продлился на работу. Спасибо большое. Всем участникам, кто участвовал в Великолепне. Всем большое спасибо. Мама! Мама! Где ты, мама? Тебе есть огромное спасибо. Вот, наверное, самые главные слова я сказал. Можно вопрос? Да. Трудно ли было носить крест и лежать в дрову? Ну, сейчас. Просто отдаем. В дрову лежала в дрову технологичная дорогая кукла из самых современных материалов. Мы ее даже, я сейчас уже рассказываю, в качестве... Ну, не хочется превращать нашу встречу, как это часто бывает, в пересказывание каких-то баек, каких-то приколов, каких-то случаев. Естественно, на процессе этого всего много. Сейчас эта кукла лежит у нас в театре. И, ну, правда, там темно, но кто-то, кто-то говорит, что... Я работаю. Узнает, да, что это Михаил Порисович играет роль Миркица в спектакле нового театра московского. Но на самом деле, конечно, это такая технологическая история. И в этом фильме много и работы с куклой, и определенная графика. То, что уже сказали про храм, про тот храм, который мы видим в конце, красивым и восстановленным, к сожалению, это тоже определенная графика. А тот храм, который мы видим в середине фильма, изначально, это реальный храм, который сейчас в Дверской области, в деревне, в Мирке Дверца стоит вот такой, полуразрушенный. И мы понимаем, что и храм на родине Мельникова надо восстанавливать, безусловно. Мы очень постараемся это сделать. Действительно, отец Ильи уже огромное количество денег собрал. И храм стоит, наверное, на две трети доделанный. Есть крыши, есть стены, но нет коммуникации и отделки. А этот храм Силибабин тоже стоит. Кстати, это пространство и торжок. Мы сегодня говорили с коллегами Сергеем Дебежевым, который недавно, грубо говоря, прекрасно пересвятил, уже и архитектовак, о том, что и в Трешковом регионе, конечно, очень сильное влияние петербургских архитекторов. И Львов строил в Ташке, и Сава Четенцинский, кажется, фамилия, архитектор, который строил Харштадт и Адмилалтейство. То есть он там похоронен, буквально, в соседней деревне. Так что на самом деле это очень важное дело. И мы надеемся, что хотя бы эти два храма мы сможем восстановить. Я вот так вот выразил на ваш вопрос про съемки в гробу. Съемки в гробу – это, простите, треношная технология. Часто артисты, наверное, задают вопрос, как тебе там было, когда ты такую сложную роль играл? А я, как технолог, понимаю, что в этот момент артист старался попасть в свет или там правильно выбрать ракурс. Потому что это и есть профессия – совместить. И работа с такими большими артистами, как Юрий Александрович и Михаил, в этом и заключается. Возможности использовать их удивительный талант. Мы будем очень благодарны, если вы сейчас поделитесь какими-то мнениями, впечатлениями, можете что-то посоветуете. Потому что да, сейчас с радостью предоставим вам слово. Мы 16 апреля выходим на широкий экран. Нашим прокатом занимается на компании «Атмосфера кино». И мы действительно надеемся, что этот фильм посмотрит широкий зритель. Хотя они сами говорят, что ничего не поминают в отношении прогнозов каких-то. Очень-очень-очень странная, очень необычная для них история. Посмотрим. Может быть, вы что-то нам подскажете. Хорошо, у вас. Надо микрофон или как? Или без микрофона? Спасибо большое еще раз. Уже без Михаила, наверное, абсолютно. Желаем ему хорошего поэта. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за ваш фильм, за великолепную идею, которую вы в него вложили. Но не кажется ли вам, что та форма, которую вы избрали для этого фильма, для его изложения, она будет привлекать, к сожалению, как мне кажется, людей старшего поколения. А вот молодые люди, которым, в общем-то, это не должно быть посвящено, быть посвящено, не очень привлечет тот дроботургический ход, который вы избрали. Такой, по-моему, немножко похожий на радиоспектакль, так сказал. Нет ощущения такого. Посмотрим, посмотрим. Спасибо. Я думаю, что да, я постараюсь громко говорить, да. У меня два вопроса. Но фильм действительно эпос, как и сама поэма. Таких немного вообще произведений. В нашей эпоху без времени я провел фильм «Брат», в котором, кстати, опять же, играл Юрий Кузнецов. И, наверное, поэма «Русский крест». Ну, вот по мне так. Но не кажется ли вам, что из этого эпоса выбивается как-то вот эта сцена, где там, давай сфотографироваться, встреча с хлебом с солью. Как-то не очень она эпична, она как-то вот такая культовая, какая-то банальная. Вот. И второй вопрос. Есть ли какой-то глубокий смысл в том, что у Ангела шнурок растет? Да, на обуви. Зваров, тогда что-то. Ответь, Вадим, что-нибудь, пожалуйста. Это вопрос режиссера. Мне кажется, это вопросы, касающиеся вот таких вот частностей. Это вопросы, которые касаются частности. Мы относимся к этому произведению как к целому высказыванию. Это поэма. В поэме есть какие-то части, есть, может быть, более удачные рекоменды, какие-то стропы. Есть менее удачные. Но все равно поэма – это цельное высказывание. Перевести поэму в фильм очень сложно. И, естественно, нельзя ограничиться вот такой вот электоративностью и нарративностью, как я сказал предыдущий выступающий. Посмотрим нас. Вчера у нас был последний «Мах Московский». Например, на КАХАС «Октябрь». Было огромное количество молодой публики. Ну, там, то есть это дело не в секс-сенергии, они очень активно, очень жило обсуждали, и говорили, и задавали вопросы, и делились ощущениями, впечатлениями. У нас был показ в Ростове, в Луганске и в Коснадаре. Тоже современный шляхтарский. И там, в общем-то, огромное количество молодых людей. Может быть, сейчас кто-то из молодых что-то скажет. Хотя это всё равно это показатель, даже если кто-то скажет из молодых, что этот фильм понравился, но это значит, что кому-то из Ростове понравилось. Да, сейчас я сразу же дам ответить на вопрос про шелки. Почему шелки, почему патрика, почему патрика, почему патрика. В Луганске, у него есть что-то. Вы спросили об этом. Если бы я имел бы щетки артикулированный ответ, я бы, наверное, этот ответ, ну как сказать, донес. Это просто вопрос. Ну, либо, может быть, сейчас я уже думаю, я не думал об этом, но сейчас, пытаясь ответить на наш вопрос, может быть, положить, что это потому, что он летает. Значит, он, ну, как-то не наступает, правда? У обычных, наверное, людей же наступающих на шлюки. Они могут сказать, что он не будет. Вот разговор завязался. Понимаете, его шелки еще пошло не у вас. Пошло не у вас. Да. Какие вопросы? У Пакова мы теперь с моей дочкой, ей 20-28, и она очень гнежный человек, и она в этой свете. Она сидела, плакала, и держала меня за руку, и говорит, папа как здорово, как здорово. Вещь серьезная, вещь мощная. И смотрится на одном дыхании, а вот, ну, вечно уроки, это надо, какая, ну, чайная больница. Ну, я вот, замечательная актриса, потрясающая актриса. Просто, ну, не возникало, но вот как именно с ним, как и весь фильм о смерти и баку. По-другому этому, просто, не могу говорить просто. Речь этим с ним не очень нужна, в нашей воле с ним больно. Но она все время, это все время, это, и она бы, была бы, ну, не упрощенная, если бы это в первых книгах, а в стихах. Это так мгновенно. И это так, но с высшей, высшей прозы. в тему, это, это все равно, вроде плодит, так все равно, но опять надо возвышать, как возвышать, как салонкира, так самоостребление, ссалонкирия, так, Миши, это, конечно, замечательно, конечно. И еще, к моему мнению в работе, это много здорово, очень здорово. И спасибо организатору, спасибо нашему оператору. Спасибо. И большие слова приехали сегодня сюда. И в 16-м году мы приехали в Синище Союзе. Но мы приехали в Синище Союзе. Да, много для любимых. Это прекрасная ваша организация. И просто это необходимо нам все. Здравствуйте. Виктория, благотворительный журнал «Пресс Визни». У меня два вопроса. Светлые вопросы мой почти предусмотрели. Я бы как раз сказала, когда вы посмотрите фильма, что я бы именно рекомендовала молодежи смотреть фильм «Русский пресс» в целях патриотического воспитания. В связи с этим у меня вот такой вопрос. А какую идею вы выделили бы ключевой именно для молодежи? И второй вопрос, если нужно сразу. Будет ли продолжение фильма? Поэмы же нет продолжения. Продолжение не будет предоточено. Ну, во всяком случае сейчас об этом мы не забываем. Если кто-то напишет. Ну, хотя бы. Потому что все-таки продолжением... Ну, надо что считать продолжением, да? Если мы классическое какое-то развитие так, как в мотографической индустрии, там, «Сикла», «Укритла» и еще что-то, для этого, может быть, мы еще подумали поэту «Живой». Учитывая то, что поэма – это единственное, что он написал в жанре большой формы. Стихи у Минникова есть. У него есть очень сильные стихи. Но произведение «Русский пресс» совершенно это выделяется. То есть он, собственно, и написал. То есть там свидетели и друзья его, люди, которые были в Виске, они говорили о том, что это было написано очень быстро, в какой-то очень короткой словах. И действительно, такое ощущение, что это буквально продиктовали. Что в «Сессо» главная тема, мне кажется, все очевидно. Это фильм о покаянии, это фильм на необходимости отвечать за собственные поступки, на необходимости ответить за то, что человек на флорин, и чем раньше это понимание придет человеку, тем больше он успеет сделать светлым. Потому что человек, проживший грешен в жизни, человек, который много накосячил, неизбежно тратит большую часть своей энергии на то, чтобы проводить, отдать эти долги. Он может созидать, он должен отдавать, он должен быть тяжелым в какой-то страшной ситуации. Ну, фильм это не так, а в жизни так легко и просто в долги не отдаются. Хотя, сказать, что наш герой легко и просто, он должен быть в полосе конфликта, и понятно, что это преображение произошло достаточно близко. Я думаю, что много из нас надо прокластвоваться вот этими событиями, когда вот мы жили, 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 как приметали, нагрешно, потом раз что-то произошло, но иногда и так бывает. Я думаю, что с подобными фильмами вообще открывается новая страница. Но хотел бы рассказать вот о чем. «Давно мои глаза не знали себя». И о художественных достоинствах это, в общем, могу говорить бессмысленно, потому что они очевидны. Я кажется, что важнее всего говорить о том прорыве, который происходит в нашем кино. Он очень медленно происходит, очень фрагментарно. Очень много формализма с этого развернулись, как бы, в начале нашей встречи. Видно было, так сказать, начатные признаки доформализма. Но мне кажется, что давным-давно пора приступить к разговору о вещах сущностных, о вещах важнейших для нас, для всех. И то, что наш кинематограф, и кинематограф вообще, на котором лежит колоссальная вина за переформатирование вообще человеческого существа, а наш кинематограф в особенности, когда он взял другие совершенно принципы, лекалы, чуждые нам, вот эти вот голливудские схемы и все остальное, что, в общем, тем и так понятно, но то, что вдруг появляются картины, которые идут вразрез с этими лекалами, и которые не идут по пути обычного кинематографа, который щекочет человека, пугает его, выводит его из себя, нагружает его какими-то безумными совершенно миазмами, творящимися в душе полубольных творцов, мне кажется, что эта страница переворачивается. Она, конечно, не перевернута, но она переворачивается. Мне кажется, что люди истасковали по разговору с их душой и сердцем. И вот это вот один из таких вот, это фактически открытая дверь вот в эту область. Вот тот фильм, который мы сейчас видели. И не отдавать себе отчет в этом тем, кто хотя бы какие-то решения принимает, мне кажется, просто преступно. потому что мы сейчас находимся внутри истории, внутри событий, которые меняют не только нас и весь мир вокруг, но главное, что нас. Вот что главное. Каждого отдельного человека. Поэтому нужно понимать, что, да, отдельные произведения могут существовать, и они могут на разрыв аорты буквально наше восприятие менять. Но хотелось бы, чтобы это все стало частью нашей жизни. Потому что вот этого разговора с нашей душой и сердцем нам катастрофически не хватает. И я очень надеюсь, что мы еще не такие, так сказать, глубокие старики. И, возможно, мы застанем и возрождение церквей, и страны, а главное нас сами. Спасибо большое. Спасибо большое. Наша встреча пошла к концу. Если есть еще вот, давайте договоримся, там два будет вопроса, и хорошо, да, и закончим. И было ощущение, что эта сцена – это символизм. И человек любой религии, присутствующий здесь, понимал, что хочет сказать, как там. Было такое ощущение, как будто вот сам Бог в конце концов пришел сказать вот любому, кто здесь есть, любое, кто может понять, внести в свою жизнь и не вернуться к себе. Вот это было очень сильное ощущение. И оно было очень в свое время. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Анна. Спасибо, Сергей, за эти слова. Здесь действительно, ну, Сергей затронул очень серьезное тело. Вот это Клар продолжил рассказать об этом. Потому что, насколько это очевидно, то, что кинематограф формирует нацию, кинематограф формирует психологию, кинематограф формирует антропологию, кинематограф формирует модели поведения. Настроение, с которым человек ходит. Я недавно себе позволил сказать, совершенно приятно, в каком-то интервью, там, с Вячеслава Маловича бы не сказал, после, если, если страна, каждый год, бесконечно, там, в течение 20 лет, 30 раз уже за последний транспорт, да, нет? 50 раз, наверное, уже за последний, 20 лет, на Новый Город показывают иронную судьбу. Кинематограф формирует, где главный герой отмахался настолько, что перешутал города. И потом, вот, ну, там показывается какой-то лавон. «Сколько я выслушал обидных ревиаций!» И мои подражения о том, что это спадает просто, это хороший фильм, наши родители влиялись под этим фильмом, и так далее, и так далее. Но я всего лишь хотел сказать о необходимости, делая о необходимости того, что у фактического позднесоветного возраста очевидно. Вот это не речь о мысли, о каких-то проблемах, которые сегодня, а сегодня, ну, о чем можно говорить? Мы существуем в ситуации абсолютного потребления, да, и сидите. Вот я стоял, смотрю свой фильм. Ничего я не говорю. Я счастлив и счастлив приехать в Петербург, услышать слова Юрия Александровича и так далее. Ну, просто вот задайте себе вопрос о том, как я себя чувствую. Я. Иван Дейков. Вот я снял этот фильм, я его показываю, ну, и бесконечно ходят официанты. Ну, вон там вот. Ну, продаюсь, заказываю. Ну, они что-то показывают. Это нормально. Я никого не критикую, я просто говорю про систему отношений, в которой мы живем. И она, конечно, предполагает соответствующего героя, мне кажется, что в этой семье я говорю, естественно, какие еще будут люди. Вот последний вопрос, и мы заканчиваем. Спасибо. И у меня есть ощущение, что это очень простой телефоны. Вы говорили, у вас не простой, красивый, он в русских детей, и у него сложных этных стоят. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...